Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Многие начинающие наблюдатели как астрономических, так и наземных объектов, пытаются сделать фотографию через свой оптический прибор, просто приставив к окулярофотокамеру. При этом сложно выдержать положение и соосность оптики, кроме того и вибрации мешают получить хороший результат. Если же установить фотокамеру за окуляром на специальный фотоадаптер кронштейн, то результаты будут гораздо лучше. Именно о таких адаптерах мы и расскажем в сегодняшнем обзоре. Все подобные адаптеры устроены по одинаковому принципу. Они имеют регулируемый хомут для зажима окуляра и подвижную площадку для установки фотокамеры. Подвижки по трем осям позволяют совместить окуляр и объектив камеры максимально точно. Фотоадаптер конус представляет собой черненую алюминиевую стойку, в верхней части которой расположен окулярный хомут. Диаметр хомута регулируется винтом М8 в пределах от 25 до 45 мм. На зажимные губки наклеены резиновые прокладки. Для установки фотокамеры в средней части адаптера находится пластиковая площадка с двумя прорезями направляющими. Фотовинт 1,4 дюйма может быть установлен в любую из них. Прорези позволяют двигать камеру вперед-назад относительно окуляра на 35 мм. Для камер с большим объективом в комплекте фотоадаптера конус имеется дополнительная алюминиевая планка, которая позволит увеличить подвижки вперед-назад на 100 мм. Движение камеры влево-вправо относительно окуляра производится винтом М6, установленным в корпусе фотоплощадки. Его ход 75 мм, а учитывая наличие двух прорезей, до 105 мм. Подвижки вверх-вниз с ходом 95 мм осуществляются длинным бинтом М6, расположенным внутри алюминиевой стойки адаптера. Его головка наполовину скрыта внутри пятки адаптера, которая имеет дополнительное отверстие с резьбой одна четвертая дюйма. Так что адаптер конус можно установить на фотоштатив и использовать его в качестве L-адаптера для небольших биноклей или монокуляров, и также производить фотосъемку через эти небольшие оптические приборы. Фотоадаптер Segetto 1,25 дюйма представляет собой точную копию адаптера конус. Единственное отличие это отсутствие в комплекте дополнительной удлинительной планки. Так что этот адаптер не подойдет для камер с большим объективом. Фотоадаптер Segetto 2 дюйма тоже похож на два предыдущих, но есть и отличия. В первую очередь размер хомута больше, в него можно установить окуляры с диаметром корпуса от 38 до 58 мм. Длина стойки чуть меньше. Меньше и подвижки по вертикали, до 70 мм. Нет пятки с фоторезьбой, поэтому вес остался тот же, всего 300 грамм. Наконец четвертый фотоадаптер Baader Planetarium значительно отличается от трех предыдущих. Он полностью выполнен из анодированного алюминия. Тяжелой и крупной стойки у него нет, зато размер хомута больше, от 29 до 62 мм. Вместо фотоплощадки использованы две планки с прорезями направляющими. По ним и происходит движение камеры, что быстрее чем подвижки винтами, другой и диапазон подвижек. По вертикали 42 мм, влево-вправо 73 мм, вперед-назад 105 мм. Кроме того, имеется механизм клик-стоп, который позволяет оперативно откинуть фотокамеру в сторону, посмотреть в окуляр глазом и снова вернуть фотоаппарат на прежнее место. Что же, установим в хомут окуляр, придвинем к нему и выровняем фотокамеру, вставим окуляр фокусер телескопа и проведем фотосъемку. Окуляры стоит выбирать с большой глазной линзой и большим выносом зрачка. Тогда мы сможем получить на фото максимальный обзор, то есть все поле зрения окуляра. Окуляры с маленькой глазной линзой и малым выносом зрачка внесут существенное виньетирование. Фото будет как взгляд в замочную скважину. С хорошим окуляром, используя оптический зум вашей камеры, можно растянуть картинку и заполнить изображением всю матрицу. Для более подробных снимков примените окуляр на большее увеличение, линзу Барлоу, максимальный зум фотокамеры или их комбинации. Если на телескопе имеется часовой привод, вы можете получить и фото ярких объектов дальнего космоса. Например, туманность Ориона в широкоугольный окуляр. А через бинокль или подзорную трубу можно сделать неплохое фото удаленных наземных или даже воздушных объектов. Что же, подведем итог. Безусловно, все четыре фотоадаптера вполне пригодны для надежной установки фотокамер за окуляром телескопа, бинокля или подзорной трубы. Из негативных моментов отметим пластиковую площадку первых трех адаптеров, а также относительно небольшой диапазон подвижек по вертикали у последнего адаптера. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать все четыре адаптера для фотографирования через окуляр оптических приборов. Необходимо только выбрать подходящую модель адаптера, учитывая диаметр ваших окуляров и размер вашей фотокамеры. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.